Восемь мобильных додатков и программ представили на суд экспертам финалисты командного турнира по программированию интернет-проекта для Могилевщины, что прошел в Могилеве. У ему делничали наученцы колледжио из Могилева, Бабруйска, Осипович, которые учатся на программистов. Как поднимать инновационные и перспективные идеи молодых людей в IT-сфере, и был организованный турнир интернет-проекта для Могилевщины. До приклада, юные программисти из Бабруйска створили спортивный дюняк своего города. Это сайт. На нем можно увидеть топ-10 лучших спортсменов Бабруйска, увидеть секции, клубы, фитнес-центры Бабруйска. А вот Могилевские программисти решили створить базу медицинских препаратов специально для мобильных прилад. Оно помогает вывести информацию о лекарственных средствах. Оно у нас работает как в оффлайн-режиме, так и в онлайн. Онлайн-режим работает как переход по ссылкам на сайт, на который мы ссылались. Проанализировав весь рынок мобильных приложений такого рода, мы пришли к выводу, что то, что есть, это есть о российских каких-то препаратах. О белорусских препаратах, которые утверждены Министерством здравоохранения. Таких приложений нету локальных. И мы решили создать вот такое вот приложение. В финал увошли восемь команд, у одним по два, у других по три шатыры-удельники. Берем социальный проект, берем менторов или экспертов, которые сегодня имеют успешно реализованные проекты, и объясняем, как можно даже на социальном проекте попробовать заработать деньги. Говоря о том, что не то, что если есть какая-то проблема, мы должны требовать деньги с бюджета или как-то. Мы должны придумывать такой взвешенный алгоритм действий для того, чтобы проблема решалась, и вместе с тем на этом кто-то мог немножко зарабатывать деньги. У складе журы – представники буйных у могилёвых ферм, які працуют у сферы IT. Сярод конкурсантов яны отшукували для собе будущих работников. Андрей Шуляк, Татяна Сергеевич, Дианіс Бутылін, Новиниргіон.